Друзья, давайте я пройдусь по каждому из значимых спикеров антиконференции и расскажу, что там было интересного у него в выступлении, чтобы вы могли точно понять, нужно ли вам это или нет. Миша Дашкиев, основатель бизнес-молодости, тот человек, который сделал огромный вклад в предпринимательство России. Я считаю, что все Министерство экономического развития такой вклад не сделало, как Миша Дашкиев и Петя Осипов. Миша рассказывал, как после того, как он вышел из бизнес-молодости, он развивает юниты, как он довел эту компанию до капитализации 30 миллионов долларов, как он простраивает команду, как он простраивает систему, как они делают продукт, почему он решил не использовать свой личный бренд вообще в продвижении этой компании. Филипп Гузенюк занял первое место в голосовании участников конференции. Филипп – профессиональный коуч первых лиц компаний, профессиональный фасилитатор стратегических сессий. Стратсессия с Филиппом стоит около миллиона рублей, суточная. Суперспикер. Он выступал в самых крутых форумах и сценах России. И рассказывал, как быть в ресурсе. Это прям глубоко, и мне это сложно пересказать. Я сам буду смотреть записи. И вам тоже рекомендую, потому что не зря его поставили на первое место в голосовании. Григорий Аветов – экс-ректор бизнес-школы «Синергия». Они делали 2 миллиарда рублей в год. Сейчас Григорий развивает личный проект «Мегакампус» и IT-платформу «Мегакампус». Он рассказывал про аналитику глобального рынка онлайн-образования и сравнивал с российским. Какие сценарии могут быть и как к этому готовиться. Тех, кто собирается расти, те, кто собирается развиваться на рынке «Эдтех», онлайн-образования, «Инфобиза», вам обязательно нужно понимать эти риски. Алексей Соловьев занял вторую строчку популярности в оценках слушателей. Непрофессиональный спикер, редко выступает на широкую аудиторию. Он один из сильнейших, ярчайших венчурных инвесторов России. Он взял недавних 11 сделок в онлайн-образовательные платформы в развивающих странах, в России, в Бразилии, в Америке, и сравнил их по 10 параметрам, что влияет на капитализацию, что влияет на оценку на стоимость IT-компании. Конференция «Аксель» проходила у нас уже в седьмой раз, и в седьмой раз Петя Осипов выступал. Представляете, семь раз мы проводили, и Петя, он, как и мы, в седьмой раз участвовал в этой конференции. И Петя, безусловно, звезда всегда всех времен народов, рок наша звезда. Петя, он триггерит людей, кто-то прям злится, не может это терпеть, уходит. Но это только показатель того, что ему нужно служить Петю. Кстати, думаю, может быть, когда-нибудь я сделаю продажу всех записей топовых, и за Петей прям интересно следить, как из года в год он меняется. И как он усовершенствуется как спикер. Петя прям звезда, я ему завидую, как спикеру, и как человек, который сильно влияет на людей. Поэтому, если вы понимаете, что вас нужно, чтобы потригорили и вытащили из вашего болотца, из комфортной зоны, выступление Пети для вас. Ну и, конечно, не могу пройти мимо Марии Афониной, королевы запусков. Это девушка, которая еще в начале 2020 года экономила на всем, зарабатывала немного. Она даже была на Бали в то время, когда у нас была конференция. Но она не смогла посетить конференцию, потому что не было достаточно денег. Конференция стоила около 1000 долларов у нас на Бали. И она контент с конференции получала, смотря сторис и посты участников конференции, по хэштегам. А сейчас вот она выступала у нас как один из ярчайших спикеров и рассказывала, как она за год выросла в тысячу раз, как она из никого неизвестной девушки превратилась в суперпопулярного блогера, в человека, который зарабатывает сейчас миллионы долларов. Это прям воутушевляющая история. Она реально крутая. Я у нее сам учусь, я купил у нее курс, прохожу очень структурно, очень системно, все раскладывает по полочкам. Прям рекомендую от души посмотреть записи, подписаться на Марии и купить ее курс и всех спикеров смотреть. Знаете, тот, кто больше всего вкладывает в свое обучение, тот, кто больше всего инвестирует туда денег и инвестирует времени, естественно, это потом окупится. Ну, естественно, еще нужно не только поучиться, но и попахать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!